На Ямале на сегодняшний день зарегистрировано 30 случаев гриппа в шести муниципалитетах. Из них два факта в Муравленко. По данным окружного Роспотребнадзора, регион стоит на пороге роста заболеваемости. Но эпид-порог пока не превышен. Подробности у Нины Гультяевой. 262 муравленковцы на минувшей неделе заболели простудой. Большинство из них – дети. У одного ребенка и взрослого лабораторно подтвержден вирус гриппа группы Б. Всего в округе 30 человек болеют гриппом. 29 из них не были вакцинированы. Медики напоминают, что грипп опасен своими осложнениями. А при запущенных случаях может грозить летальным исходом. Потому при первых признаках болезни, а это высокая температура, озноб, боль в горле, заложенность носа, рекомендуют обращаться к врачу. Грипп может дать осложнения на любую систему, на любой орган в организме человека. Как отличить грипп и когда бежать к врачу? Конечно, при температуре 37,5 можно дома полежать. Но если вы видите, что ваше лечение не помогает, и температура растет, и температура держится более 2-3 суток, естественно, нужно обращаться к медицинскому персоналу, чтобы оказали помощь квалифицированную и назначили то лечение, которое действительно вам поможет. Карантина в образовательных учреждениях нет, и ПИД-порог не превышен. Но несмотря на то, что ситуация с заболеваемостью опасений не вызывает, медики настоятельно рекомендуют не пренебрегать элементарными мерами профилактики. Методы профилактики должны быть, особенно в подъем заболеваемости. Это прежде всего, конечно, соблюдать здоровый образ жизни, проветривание помещений, влажная уборка, прием витаминов. Можно тех витаминов, которые более большое количество содержат именно витамины группы С. И соблюдать личную гигиену, частое мытье рук, проветривание. Если посещаете массовые мероприятия, то в подъем заболеваемости лучше использовать маску. Маски мы носим не более двух часов. Вирус гриппа опасен для каждого. Но особенно беречь свое здоровье в период подъема заболеваемости необходимо беременным, маленьким детям, пожилым и непривитым от вируса. Нина Гультяева, Петр Хаджаев, Новости Муравленко.